Под гнетом вражеских войск во время Великой Отечественной войны столица Карачаева-Черкесии находилась 160 дней. Долгие пять месяцев Черкесск был под властью оккупантов. За время своего господства они уничтожили тысячи его жителей. Гитлеровские войска заняли территорию тогда еще Карачаева-Черкесской автономной области в августе 1942 года. Оккупация длилась до 16 января 1943. Войска 295-й гвардейской дивизии освободили Черкесск 17 января. Уже почти неделю стоят сильные холода. Мороз доходит до минус 25 градусов и такого не помнят даже старики Баталпашинские. Но все-таки разыгрался страшный буран, невиданный для данной территории. И невзирая на этот буран, все-таки командование наше решило наступать. Брать город. Тем более, буран как бы им подыгрывал. Ветер им дул в спину. И первыми основными силами 15 января 1943 года к Черкесску пробрались воины 2-й гвардейской, впоследствии Таманской и 295-й дивизии. Это было настолько неожиданно для немцев, что наши без боя захватили очень много техники, захватили 2 батареи полевых пушек и уничтожили немецкие гарнизоны в хуторах и полевых станах. После чего части этих двух дивизий, о которых я сказала выше, с юга и с востока вышли на позиции для штурма города Черкесск. В городской тюрьме, услышав стрельбу и взрывы, взбунтовались военнопленные, которых фашисты с самого начала оккупации, это с 11 января, с 11 августа 1943 года, держали в тюрьме для самых тяжелых работ. В тюрьму захватили быстро, потому что охранять ее остались только полицаи, которые готовы были в любую минуту удрать куда-нибудь подальше, так как чувствовали, что им не сладко придется после освобождения города. Восставшим достались, кроме оружия, еще сотни черных шинелей. И, конечно, они ходили эти черные шинели на себя. Когда румыны увидели восставших в черных шинелях, они решили, что это морская пехота, с которой они были знакомы раньше, когда брали Одессу и Севастополь. И очень знали храбрость русских моряков. Самые активные бои по освобождению Черкеска развернулись 16 января 1943 года. Штурм города с востока начала 2-я гвардейская дивизия со стороны дороги Черкесск-Усть-Джигута. Когда начались наступательные операции за город, блокированные нашими войсками с севера и с востока, с востока в город с боями входил 875-й гвардейский стрелковый полк, на долю которого выбыла основная тяжесть боевых действий по освобождению города. Две стрелковые батальоны данного полка, которые состояли из 2-й и 6-й рот, были объединены и разделены на три группы. Одной из групп командовал наш земляк, старший лейтенант из аула Хабес, Магомед Майлов. И большую помощь вот этой именно группе Майлова оказали черкесские школьники из 8-й школы. Это Юрий Издор и Николай Ковалев. Они решили пробраться навстречу нашим войскам, чтобы помочь освободить город, но по дороге вооружились. На площади Базарной, ныне площадь Кирова, стоял неохраняемый фургон с оружием. Поэтому у пацанов были немецкие автоматы и полные карманы патронов. Ночью в фургу бойцы с юными проводниками вышли к железнодорожному вокзалу. Был час ночи, когда два бойца из группы Майлова тихо сняли часовых. И с двух сторон солдаты ворвались в здание ЖД вокзала. И вокзал был захвачен. Захватили более 30 пленных, захватили сразу телеграф и много железнодорожных вагонов, которые стояли без паровозов на железнодорожных путях. Где-то к 6 часам и рота Майлова, захватив железнодорожный вокзал, двинулась дальше по улицам к центру города Черкесска. Где-то к 6 часам утра по дороге они освободили МТС, это где сейчас стоит республиканская больница, и подошли к дому горца на улице Первомайской. Дом горца и некоторые здания были освобождены. К вечеру 875-й и 535-й гвардейские стрелковые полки продолжали вести бои в центральной части города. А юго-западную окраину города Черкесска захватили с боем в это время 395-й гвардейский стрелковый полк. Борьба народов Карачаева-Черкесии против фашистских оккупантов ни на один день не прекращалась. И мы с гордостью можем сказать, что наши земляки в годы войны сделали все, что в человеческих силах, чтобы приблизить освобождение своей малой родины. Рассказ об освобождении города будет неполным, если не упомянуть о том, что же произошло с румынской дивизией, которая базировалась на Зеленом острове во главе с генералом Думитраки. Их было очень много, и остров был полностью забит румынами. Их было более тысячи человек. И вдруг раздался сильный взрыв, остров сильно встряхнуло. Румыны в панике, с криками. Немцы ушли, мост взорван, нас предали. Не видя ничего и не слыша, что им кричат их офицеры, бросились плав через Кубан, пытаясь спасти. Фашисты же, подумав, что это наши форсируют руку Кубань, подняли по ним стрельбу. Когда, простите за выражение, немцы очухались, что это не наши, а их союзники, и минут через 10-15 прекратили стрельбу, по ним открыл стрельбу 132-й армейский минометный полк под командованием нашего земляка Кучука Шурдумова. Результатом этих событий стало, что румыны потеряли более половины своего состава солдат и офицеров, плюс дивизия абсолютно стала неуправляемая и боеспособна. Главное событие, я читаю несколько строк из книги Михайлова, Главное событие сегодняшнего дня, это то есть 17 января 1943 года, на здании Дома связи вновь затрепетало Красное Знамя. Водрузили его солдаты 3-го батальона 535-го гвардейского стрелкового полка под командованием старшего лейтенанта Касманчука. Бои за Черкесск были очень жестокими. Они стоили жизни многим советским офицерам и солдатам. Мы низко склоняем головы перед вечной памятью павших. Сегодня мы отдаем дань мужеству и героизму наших уважаемых ветеранов, всех, кто освобождал нашу землю от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на очень плохую погоду, именно в день освобождения, точнее в ночь, наши войска совершили невероятный подвиг. Они смогли отбить город, смогли выгнать захватчиков с нашей земли и также принимали участие в этом не только войска. Именно школьники 8-й школы провели наши войска в город и помогли им. Важно вспомнить это, знать, ни в коем случае не забывать. Это наше прошлое, на котором мы должны учиться, дабы у нас было светлое будущее. Это очень хорошо, надо знать нашим детям, прадедям. Если они учат то, что происходилось во время войны, до войны и после войны, и они учат, и это очень хорошо. Мы все должны знать эту историю. Спасибо тем людям, тем участникам, которые вот так не забывают, которые воевали за нас, за нашу родину, чтобы мы жили вот так хорошо, не дают нам забыть это. Спасибо им очень большое. Те, которые умерли за нас, пусть им будет земля пухом, а те, которые живы, долгие лет им жизни. За каждым историческим фактом – герои, благодаря которым сегодня мы живем, трудимся, создаем семьи, радуемся каждому дню. Мы бесконечно благодарны каждому, кто внес свой вклад в общую победу. Редактор субтитров А.Семкин